Доброе утро! У меня уже утро началось готовки, здесь у меня лук с грибами, здесь у меня жареная говядина. Это зарождение говядины по острогану и грибами. Закрываем крышечкой и даем томиться, пока овядина не будет нежной. Пока у меня томится говядина по острогану, то уже здесь еще. Теперь пожаривается голубчики, продолжаем работать над ними. Девочка от школы работает. Папа завтрак приготовил. Французский батон, пожаренный, как венки, яйца, колбаска, яйцо. Такой бутербродик сделал. Так, это торт. Я сейчас его разрежу на две части и одна пойдет моим американским друзьям, а вторая часть пойдет их украинским друзьям. Вот половина торта в разрезе. Фоток в разрезе даже нет. Надо сделать. Похоже, что хорошо пропитался, легко резался. Пол Наполеона. Голубчики готовы. Запах вкусный. В общем, только что забрали заказ. Оказывается, меня Дэнни как бы переспрашивал, когда я сказала, это украинские миссионеры. Говорит, украинские миссионеры в Америке. Они приехали на миссионерское путешествие в Америку. Я так думаю, реально что-то сильно хорошо звучит. Нет, это, оказывается, американцы, которые ездят на миссионерские путешествия в Украину. И они вот собираются как раз поехать. И, в общем, наши друзья решили побаловать украинской едой. Так что вот такие вот дела. В общем, забрали. Отлично. Что такое, джазик? Что за страдаль... У меня куча страдальцев хотят внимания, так что пошла я уделять внимание уже детям. Можно отдыхать. Папа едет за автобусом в нашу кладовую и повещал джазику, что он пойдет. О, все, прощание на всю жизнь, вообще. Любовь помидоры. Любовь и помидоры. Да, я говорю, и туда хочу, и сюда хочу. Шесть часов вечера. Мы ничего не делали с камина. Вот это полено у нас с ночи осталось. Я его просто перевернула. И вдруг оно начало гореть. Тлеть! Дэнни мне еще не нарубал дров. Сейчас они поехали к автобусу нашему. Я думаю, пойти найти хоть чего-нибудь, что-нибудь. Рубать я не буду. Там вообще пилить их надо. Я уже не нарубаю ничего. Может, какую-то рыбу нас убираю. Не сидится мне. Не сидится. Нужен огонек. У нас сегодня плюсовая температура. Видите, уже много растаяло здесь. Хоть бы такие щепки пособирать, что ли. Там, где Дэнни рубал. Кое-что отлетало. Тут что-то побольше. Ой. Ну, короче, мама пошла испытывать удачу. Ну, вот такие дрова у него тут. Видите, это еще пилять надо. Пилять я точно не буду. У него электропила. А потом колоть. Так что... Какая дубинка хорошая. Будем мы тебя палить. Потому что у нас опять как бы... Температура уменьшится достаточно. Морозно будет завтра. То есть ночью. Завтра уже будет теплять. Уже у нас идет потепление, но... Ночью будет мороз. Кстати, уже седьмой час, друзья. Смотрите, как светло. Ай-яй-яй, какая красота. Ага. Посмотрите, это... Мне вам не видно. Ай-яй, где же она? Почки набухли. Прикиньте. В теплые дни до нашего мороза, снега, уже я видела на деревьях набухали почки. Вот такая погода обманчивая у нас. Папа, мама упертая. Огонек все-таки разожгла. Пока там папа нарубит, у нас будут хорошие угольки для этого. Я надеюсь, что нарубит скоро. А то придется еще искать. Тут какое-то уже обгорелое дерево. Видно, я Дэнни его выбросил, когда чистил камин. И вот. Кучу коры нашла. Будем возобновлять наш уют. О-хо-хо-хо-хо! Смотрите, как разошелся мой кострик. И колено я уже туда положила. Отличные угли. Самогипноз начинается. Скарлетт говорит, она на диване сидит, говорит, мама, мама, а что ты там сидишь и просто смотришь на огонь? Я говорю, а что ты сидишь и просто смотришь на свой планшет? Я говорю, у тебя гипноз свой и у меня гипноз свой. Вы понимаете? Вот таким. На огонь можно смотреть вечно. Слышите? Слышите, какой звук он создает? Прям ракета, елки-палки. Сейчас еще взлетит. Можем мне дверцу закрыть. Такой разгончик набирает, понимаете? Не просто щелкивает, а тут прям гудит. Вернулись мои мужики и пошли дрова в ход. Габриэл учится, как у пап, как колоть дрова. Тухенький. Ну, зато у нас хорошие угольки здесь. Я уже сосиски пожарила детям. Понравилось им вчера. Стрынька попросила еще сосиски. Так что, какая красота! Вернули внутри. Дров достаточно. Папа молодец. Дежечек заснул. Маленький устал. Они с папой. Стрынька и папа с Габриэлом ходили. Автобус проверяли его во время холода. Он проверяет, все ли работает. Кладовой у нас недалеко здесь. Сейчас Дэнни поехал смотреть бокс. А я релаксую около камина. Дети уже засыпают. Сейчас стринку говорю. Хотелось бы посмотреть что-нибудь. Надо посмотреть, что там Джулия делает. Хочет ли она, как в старые добрые времена, что-нибудь посмотреть. Итак, следующее утро. Я в подъяле, потому что прохладненько утром. Просто вылазить из постели. Костры горит. Сегодня уже будет теплее больше. Так что дороги уже чистые. Они уже вчера более-менее чистые были. Так что немножечко только снега осталось. Вчера мы посмотрели с Джульетт два эпизода хаоса. В общем, как хорошие, добрые, былые времена. Надо его закончить уже скоро. Я не знаю, сколько нам сезона осталось. Два или один, не помню. Но я буду на этом заканчивать. Я не знаю, сколько я записала. Дома, когда сидишь дома, трудно записывать. Так что я желаю вам... Я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр. Вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи. До встречи. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok